В музейном выставочном комплексе музея-заповедника Дмитровский Кремль открылась выставка бронзовой скульптуры ковчег московского скульптора Сергея Сережина. В этот день работы автора были высоко оценены почетными гостями выставки, среди которых были глава Дмитровского муниципального района Елена Торшенкова, начальник управления по развитию культуры и туризма Дмитровского района Александр Аксенчик, депутат Совета депутатов, директор Дмитровского мебельного комбината Игорь Макаров. Присутствующие поздравили скульптора с открытием выставки и пожелали ему дальнейших творческих успехов. Это воля судьбы. У меня мастерская литейная находится в Сергеем Посаде. Я со всеми, с многими дружу. И в данном случае Сережа Ширяев, журналистом он был когда-то, Сергеем Посаде, меня познакомил с сотрудниками, с Еленой Нестерчук, по-моему, фамилия у нее. Мы с ней как-то стали перезваниваться, потихонечку созрело. Сначала я думал просто ковчег сделать, потому что это последняя моя работа. А потом мы решили объединить под это название всю эту экспозицию, созданную мной за последние 15, даже больше лет. И, собственно, вот так вот в течение месяца, наверное, полутора я собирал работы, там подвозил, потому что они не только в Москве, в Сергеем Посаде у меня и в других каких-то музеях были, и в коллекциях. Мы привезли все сюда, и вот, собственно, это все здесь. Сергей Сережин – лауреат премии Государственной Третьяковской галереи, лауреат премии Российского союза художников, лауреат премии ФСБ за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов Федеральной службы безопасности, награжден дипломом Российской академии художеств. Художник предпочитает работать над монументальной скульптурой, крупными скульптурными группами, воплощающими в себе не только замысел автора, но и великий исторический момент или даже полноценный период. В числе лучших работ скульптур – памятники адмиралу Ефимию Путятину, Федору Ушакову и бюсты 12 российских адмиралов, Сергею Радонежскому, царевичу Алексею. Ко всему прочему, скульптур создал целую галерею портретов современников. Я, честно говоря, не ожидал, потому что, ну, я думаю, что будет открытие, конечно. Это, на самом деле, первая, наверное, такая масштабная моя выставка. То есть, как ни странно, несмотря на то, что, ну, практически все было создано в Москве, в моей московской мастерской, какое-то вот именно, ну, так скажем, признание, может быть, или вот ощущение благодарности от публики я получил в Дмитрове. Потому что у меня была до этого неоднократно выставка и в Сергеевом Басаде, но они такие были более официальные. А здесь это именно мои личные вещи, то есть, именно созданные не на заказ, а для самого себя любимого. Поэтому мне особенно приятно вот такое внимание. Несмотря на пристрастие к монументальным формам и историческому жанру, в творчестве скульптора был период, когда он имел возможность наблюдать за дикими животными в их родной стихии и лепить их. Несколько месяцев Сергей Сережин жил в Кене по приглашению французского мецената. Так появилась анималистическая серия работ, которые представлены на выставке в залах музейно-выставочного комплекса. На выставке также нашли свое место две фигуры, олицетворяющие прообразы человека – Адама и Ева. Планов много, я не люблю распространяться, человек немножко суеверный. Ну, работать, еще раз работать. Есть уже какие-то идеи, но, к сожалению или к счастью, скульптура – это такое дело, что быстро сделать невозможно. То есть, опять же, что вы видите, здесь около 30 работ, это 20-15 лет моей жизни. Поэтому даже вот фигура, например, Адама за вами стоит, а это я делал три года. А ковчег, он создавался на протяжении 10 лет. Поэтому это не так быстро, планов много, но двигается все очень медленно. Сергей Сережин – постоянный участник московских, российских и международных выставок. Его произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее, Сергеево-Посадском музее-заповеднике, частных коллекциях России и за рубежом. Работы поражают своей монументальностью и исполнением. Экспозиция «Ковчег» пробудет в музейно-выставочном комплексе до 29 мая.